С возрастом возникла проблема новейшего века. Не пропустите, прямо сейчас звездный визажист Лена Мельник раскроет секреты своей уникальной методики макияжа, которые позволят глазам выглядеть широко открытыми, распахнутыми. Подучиться пришла очаровательная женщина, наша подруга Люда Шупенюк. Встречайте! Прямо м-м-м-м. Эта проблема достаточно распространенная. Наверное, часть женщин страдает от этого, как говорится, в силу строения глаз, а с возрастом постепенно глаз закрывается, закрывается и закрывается. Особенно, когда много работаешь. Знаешь, Надюша, у меня в принципе в молодости не было такой проблемы. Но чем я становлюсь старше, есть, конечно, у моего папы вот такие же глаза, и у меня так они опускаются, опускаются. Если я еще не выспалась и много работала, иной раз утром встаю, я глаз почти не вижу. И действительно, вот, знаешь, настолько, что я уже начала думать, может, к хирургам обратиться. Кстати, это довольно распространенная операция, насколько я знаю, и востребованная. Но, во-первых, дорого. Это ужасно страшно. А во-вторых, стоит ли делать это, если у нас есть Леночка, которая готова поделиться своей секретной методикой? У меня праздничное событие. У меня ребенок закончил университет. И вот я иду на вручение диплома. Ты же понимаешь, что я должна выглядеть... Я уже пробовала что-то делать с этим сама. И, знаешь, так, то стрелочки нарисую, то смоки айс себе сделаю. Но по взгляду ураста я поняла, что лучше не делать так больше. Поэтому я экономлю на косметике, крашу только реснички. Многие совершают именно такие же ошибки. То есть пытаются скрыть этот моментик стрелкой большой, либо обильными используют тени. Но, к сожалению, еще больше все это подчеркивает нависшее веко. Поэтому сегодня будем учиться делать правильный макияж. Дело в том, что не нужно расстраиваться всем женщинам с нависшим веком. Можно использовать любые тени, любых цветов. Можно делать дневной макияж. Можно делать такой насыщенный вечерний. Но существует система, по которой правильно строить именно макияж. То есть мы можем менять цвета, можем менять насыщенность. Но система должна оставаться такой же. Я на одном глазике покажу, как делать. А ты будешь сразу же за мной повторять на втором. Такой, чтобы я пошла с одним красивым глазом, а с вторым, ну таким ученическим, я бы сказала. Присаживаемся. Что понадобится для того, чтобы сделать такой макияж? Тени, тушь. Потом понадобится бежевый карандашик, черный карандаш, карандаш для бровей. И у меня здесь кисточки для макияжа, но если нет кистей, то можно просто аппликатор, который идет в наборе в тенюшках всегда. И это все. То есть это обычный такой самый минимальный набор, который есть у каждой женщины, согласны? Экономненько. Начинаем. И первая ошибка, которую совершают очень часто женщины с нависшим веком, это брови. Брови играют колоссальную роль вообще вот в том, как выглядит наше лицо. Чем тоньше наша бровь, тем вот это нависшее веко, вот оно, неподвижное, оно кажется еще больше, выпирает. И поэтому мы, соответственно, еще больше подчеркиваем нашу проблему. Поэтому тем, у кого нависшее веко, нужно стараться делать максимально широкие, вот такие густые, длинные брови. Понятно, что мы не можем полностью поменять форму своей брови, но мы же можем карандашиком добавить толщины. Обычно мы стараемся добавлять куда? Вверх, да, чтобы бровка поднималась. А здесь очень важно добавлять и снизу. Почему? Потому что как раз вот этот момент, он подчеркивает наше вот нависшее веко. И чем больше мы здесь добавим бровки, она будет скрадывать, и ощущение будет, что оно гораздо меньше. И потом просто штрихами заполняем нашу бровь. Бровь необходимо выделять. Это большая ошибка делать ее тонкой, приподнятой или вообще непрокрашенной. Такую ошибку, кстати, часто совершает Дженнифер Лоуренс. Ее брови всегда невыразительные. И очень важно, когда мы бровки прокрасили, их прочесать, потому что это как раз делает их естественными. Людочка, прошу. И теперь я. Да. Если у вас есть проблемы с бровями, допустим, они плохо растут, либо вам хотелось, чтобы они погуще были, просто каждый вечер не забывайте их прочесывать по росту волос и против роста. Так, ну что? Отлично. Людочка, а в каком возрасте ты вообще начала наносить макияж? Ну, конечно же, я попробовала чуть ли не в первом классе. Молодец. В школе, в туалете мы накрасили карандашом себе ярко-красным губы, потом нарисовали стрелки, еще поспорили при этом. И пошли домой. Да, что мы пойдем домой в таком виде. Ну, это было до первого учителя, конечно. Ну, а потом я принципиально долгое время не красилась до института, потому что все девочки красились, а я не хотела быть как все. Брови готовы. Можно идти. Как золушке. Спасибо, милая крестная, я побежала. Да, правда, уже раз. Ну, согласитесь, насколько важны брови на нашем лице. Вот это настолько яркий акцент, и лицо сразу становится выразительным, и как-то уже проблема нависшего века, как-то она уже не так уж и заметна. Согласны? Да. Так, теперь мы берем тени. Первое, мы берем такой вот нейтральный оттенок, какой-нибудь бежевый. Если нет, можно просто припудрить века, это просто нам как основа будет для нашего макияжа. И вот тут, конечно, самое интересное, куда именно наносить при такой проблеме? Мы наносим полностью на подвижное веко. Поскольку это бежевый оттенок, он практически незаметен. Мы его наносим для того, чтобы тени лучше держались. И растушевываем практически чуть ли не до бровей. Основная ошибка, которую допускают в макияже вот с нависшим веком, это когда делают вот четкие линии. Стрелка, либо когда рисуют тени. Вот это вот еще больше подчеркивает проблему. Еще очень часто, особенно обратить внимание, вот Сара Джессика Паркер. Она обводит вот так полностью глаз черными тенями. Глазки выглядят вот такими малюсенькими. И нависшее веко, конечно же, ну вот оно сразу бросается в глаза. Кто ее гримировал у меня вокруг? Я не знаю. Вообще я должна была это делать. Я должна была обратиться к нам. Я уже давно решила, Саре Джессике Паркер, что она делает эти все ошибки для того, чтобы о ней говорили. Чтобы мы о ней здесь стояли и говорили. Конечно, для того, чтобы ее ни с кем не спутать. Все на одно лицо, у всех большие глаза, правильные черты лица. Сара Джессика Паркер, о! На! Так вот, в макияже с нависшим веком нужно абсолютно все растушевывать. Неважно, это тени, это карандаш. Все должно быть такой мягкой дымкой. И тогда ваш глазик будет увеличиваться. Теперь мы берем самый темный оттенок, который у нас есть. То есть тем, чем мы будем затемнять. И сейчас будем делать практически коррекцию глаза. Мы визуально будем создавать вот эту складочку на верхнем веке. Мы ее будем прорисовывать. Начинаем. Ставим вот внешний уголок. Лидочка, видно? Угу. Обратите внимание, как я держу кисть. Именно вот так. Потому что у нас все линии должны стремиться вверх. Если вы будете вот так красить, вы будете уже опускать глазик вниз. И вот будут такие еще и опущенные уголки. И затемняем уголок. Это будет самое темное место в нашем макияже. Теперь мы начинаем продвигаться ко внутреннему уголку глаза. То есть мы фактически прорисовываем складочку, которой у нас нет. Двигаемся ко внутреннему уголку. По поводу насыщенности вы уже контролируете сами. То есть если это дневной макияж, в принципе, вот маленький штрих и уже достаточно. Если это какой-то праздник, как у Людочки, то, конечно, хочется что-то такое более вечернее, более яркое. Поэтому просто добавляйте яркости. Когда мы растушевываем линию, очень важно, чтобы она не была четкой. Поэтому не бойтесь заходить на подвижное веко. Самое важное, вот линия по росту ресниц, вот ее нужно оставить чистой. Потому что это будет такой акцент, это будет светлое место. Поэтому мы растушевываем, не боимся, заходим на подвижное веко, просто оставляем эту линию чистой. На самом деле это целая наука. Да ну, серьезно, я никогда не думала, что есть вот такие танцы. Тут быстренько раз, прибежал туда-сюда, все, не понравилось, побежал с мыла, побежал. Ну, если честно, да, это только так кажется. Очень важно понимать вот строение глаза. И поэтому существует вот как бы разработанная мной вот такая схема, как очень быстро, легко и не нужно очень много косметики, то есть еще экономно, но накрасить правильно и красиво гладить. Вообще, вы знаете, девочки, я не могу сказать, что я женщина, которая не интересуется этим всем. Я вроде бы изучаю, что и как. Но для меня вот то, что ты рассказываешь, многие вещи я слышу впервые. И я думаю, что не только я, но и многие женщины слышат их впервые. Мне уже даже стало интересно. Да, хочется сказать, мотайте на уст, но я понимаю, как это нелепо прозвучит. В отношении к женщинам. Поэтому просто запоминайте. Что произошло с моей мамой, девочки? Это очень смешно. Дело в том, что, ну, я понимаю, что как бы дочь-визажист, но честно я с мамой вижусь очень редко. И у меня в блоге выходит видео, там, где я показываю макияж для нависшего века. Звонок. Дотя, так у меня ж века нависшая. Шо ж ты молчишь? А я ж стрелки рисую. Она нажимала на паузу и вот так вот детально пыталась накраситься. Звонит, говорит, Дотя, я пошла на работу. Я же столько комплиментов получила. И она теперь так красит. Так это столько счастья для мамы. А ты говорила, что не получится. Все получилось. И это еще только часть, да, вот такой первый этап макияжа. Но я хочу сказать, что ты увидишь уже разницу. Уже вот это нависшее веко, оно кажется меньше. То есть оно уходит туда-назад. Мы его как бы визуально скрадываем. Теперь мы будем высветлять. И зоны, которые нам нужно высветлить, это. Вот линия по росту ресниц, внутренний уголок глаза и немного дадим блик под бровкой. Часто делают ошибку. Вот это наше нависшее веко прокрашивают перламутровыми тенями. Дело в том, что перламутр, блестки, сияние, оно добавляет объема. Нависшее веко становится еще больше. И такую ошибку очень часто совершает Кэтрин Зета-Джонс. Но их можно использовать, но как раз вот в качестве акцента на вот эти места, которые мы будем высветлять, потому что мы их хотим увеличить. И как раз вот перламутровыми там сияющими тенями можно это сделать. Теперь мы высветляем внутренний уголок и продвигаемся вот по линии роста ресниц. Но опять-таки, эта линия, она не должна быть четкой. Мы ее нах-ка втушевываем как бы в ту же основу, которая у нас есть. Собственно, все. Теперь я. Да. Я в восторге. Мне везет на учениц. Ну, идеально все получилось. Такое впечатление, что я вот такая свеженькая. Да. Только встала. Вот он не перегружен глазик при этом, но выглядит по-другому. Нам осталось теперь немножечко затемнить нижнее веко. Никаких четких линий. Мы слегка такой, как будто бы тень от ресниц так немножечко бросаем. Мы берем те же тени, опять-таки на руку их снимаем. Вот такими движениями как бы дотрагиваемся, убираем, вбивающими. Стрелки вообще не нужно делать, если нависшая век? Стрелки можно, но она должна быть тоненькая, такая вот межресничная. И мы не выводим вот этот вот уголок, потому что он же как раз вот на складочке, там где опущенная века, всегда эта стрелочка загибается, этот хвостик. Еще и отпечатан. Да. И поэтому еще больше подчеркивает проблему. А с возрастом, когда рука дрожит, то эта стрелочка начинается, скажи, и рука дрожит. Нет, у меня нет, у меня нет. Но иногда я смотрю вот на женщин, знаешь, веки висят, а тут еще кардиограмма вот такая нарисована. Вот вбивающими движениями. Ну, вы видите, что оказывается, это достаточно просто. Я уже неоднократно говорила о бежевом карандашике. Действительно, всем советую его. Но вот у тем, у кого есть нависшая века, просто он обязательно должен быть. Потому что действительно глаза выглядят больше. Вот он как-то вот распахивает взгляд. Просто прокрашиваем слизистую бежевым карандашом. Завтра покупаю себе такой карандаш. Ну что, я довольна. Так, и осталась просто межресничная стрелочка. Мы это будем делать карандашиком. Мы это делаем для того, чтобы просто подчеркнуть реснички. Потому что когда мы прокрашиваем их основание, ощущение, что их больше становится. Поэтому вот такими движениями, то есть мы даже линию фактически не рисуем, а просто прокрашиваем основание ресниц. Я иногда говорю, что реснички должны быть аккуратненькие. Вот здесь максимально большие, густые, объемные ресницы. Потому что они как раз и перекрывают проблему нависшего века. Поэтому мы будем красить ресницы в три слоя. Первый слой мы прокрашиваем от корней. То есть хорошенько их приподнимаем, максимально их. Давай, не боимся. Сюда. Затем нужно подождать, чтобы они подсохла тушь. И второй слой мы будем наносить, двигаясь снизу вверх и вот зигзагом. Таким движением мы, получается, окутываем тушью полностью ресницу со всех сторон. И, собственно, третий раз мы прокрашиваем только кончики, чтобы они были максимально длинными. Прошу. И обязательно в этом макияже, помнишь, Надюша, я иногда говорю, что вот нижние реснички лучше вообще не трогать, да, вот, чтобы не акцентировать внимание. Здесь как раз наоборот. Здесь и нижние, и верхние ресницы мы красим максимально, потому что мы раскрываем взгляд. То есть у нас вверх сюда пошли реснички, вниз, и глазик максимально раскрывается. Поэтому здесь что верхние, что нижние, так хорошенько прокрашиваем. А я нижние вообще никогда не крашиваю. Как это я неправильно? Сегодня начинается новая жизнь. О, я становлюсь красавица. Спасибо вам, девочки. Итак, я уверена, вы уже убедились, что для подобного макияжа, который решает проблему новейшего века, понадобится то, что точно есть в вашей косметичке. И если этот мастер-класс и для вас прошел успешно, я уверена, что вы будете смотреть на мир практически другими глазами. А мы уже прокрасили нижние реснички. Я не знаю, как вам, но мне очень нравится. Вот аплодисменты. Спасибо, Леночка. И мастеру, и талантливой ученице, и красавице Люди Шипенюк. Людочка, прекрасно. Ты довольна? Очень. Ты видишь, сразу вот открыли глаза, они сразу загорели. Да. Все, с горящими глазами. Иду к ребенку на выпускной. Все довольны? Мастер-класс удал тебя. Спасибо огромное. Спасибо вам. Привет, Ютуб. Понравилось видео? Тогда делись им со своими друзьями. Оставляй комментарий и подписывайся на наш канал. И тогда ты точно обо всем узнаешь первым. Спасибо. Спасибо. Спасибо.